Кто расставляет сети, сам в них попадется. Кто роет яму, сам в нее свалится. Кто точит меч, сам от меча погибнет. Привет, меня зовут Даша. Я извиняюсь, что я перед тобой в ненатуральном таком виде, на виде фотографии. Также я извиняюсь, что давно не снимала. Причиной того и другого ты найдешь в инфобарере. Мне поступил запрос, чтобы я сняла видео. О своих самых любимых фильмах. Фильмы я просто обожаю. Наверное, этим я пошла в свою родную бабушку. Верна Терпину, девичество Полякова, которая со «Состояние небесное» тоже очень любила фильмы. И я решила разделить на несколько частей. Потому что, чтобы хоть как-то разделить их на какие-то категории. Это русские фильмы, сериалы, вне зависимости от страны-производителя, зарубежные фильмы, индийские и японские. И сегодня я хочу рассказать о русских фильмах. Но прежде я хочу упомянуть один момент. Я люблю просто наслаждаться зрелищем. И я далека от знания имен всех актеров, режиссеров, продюсеров. Поэтому подобную информацию от меня не жди. Итак, приступим. Труфальдима из Бергама. Я вообще очень обожаю мюзиклы. Очень их люблю. И Труфальдима из Бергама – это просто один из моих любимых. Тем более, там играет незабвенная моя любимая Наталья Гондарева. Это экранизация, поставленная по книге. И название ее, собственно, отражает суть. Называется так. «Слуга двух господ». Действительно, в центре событий некий товарищ по имени Труфальдима, родом из Бергама, который служит не просто двум разным господам одновременно. Эти господа являются... Они знают у друга. Более того, они являются возлюбленными. Один из господ приодета женщина. В общем, все это очень интересно, захватывающе. Следующий фильм, который я хочу назвать... Я просто знаю его наизусть. Вот если включить фильм без звука, я не напрягаюсь. Смогу его озвучить. Это «Москва слезам не верит». Под его влиянием, именно под влиянием этого фильма, я читала книгу «Ремарка. Три товарища». Так сложилось, что почему-то вот я этот фильм смотрю последние лет 5-10, только тогда, когда у меня плохое настроение или депрессия. Совершенно замечательный фильм. Я думаю, каждый знает сюжет. Также я очень люблю Покровские ворота. Там какая-то особая атмосфера. А может быть, я его люблю за то, что он автобиографичен. Ведь сценарист, который писал сценарий к этому фильму, как, вероятно, знаешь, главный герой Покровских ворот носит имя Константин. Так вот, сценарист был когда-то акустиком. И вот все эти люди, которые в фильме, их характеры, какие-то события, он не придумал, а списал со своей молодостью. Он когда-то жил тоже в коммунальной квартире. А может, мне нравится фильм из-за того, что он такой интеллигентный. Не знаю, как это писать, это нужно только смотреть, впитывать и восхищаться. Очень люблю. 20 лет спустя я сама всегда очень хотела иметь много детей. И, собственно, этот фильм о матери многодетной. Но обычные фильмы на эту тему какие-то не особо радостные. Но этот, он так и дышит позитивом. Материнской любого вида. Вот та семья, которая там, она для меня просто идеальна. И я уже не говорю о том, что там играет моя любимая Наталья Гондарева. Далее я хочу назвать фильм о Великой Отечественной войне. От ибаты шли солдаты. Он, как и в бой, идут одни старики, так же и фильм «Спустившийся с небес» является для меня самыми сердечными, самыми слезовызывающими фильмами о войне Второй мировой. И без грусти, конечно, я не могу думать об этих трех фильмах. Ну, не будем о грустном, перейдем к праздникам. Мой любимый праздник, вот прям самый-самый любимый, Новый год. А самый-самый любимый фильм о Новом годе, это фильм «Чародеи». Волшебство, пределанная сказка, Иванушка с Оленушкой. Все это так волшебно, изумительно. Я не знаю, вот я каждый год, у меня есть традиция, непременно наряжаю елку смотреть этот фильм, он мне еще не надоело. Вообще, мне кажется, советские фильмы не могут надоесть априори. Очень люблю самая обаятельная, привлекательная. Наверное, потому что я этим немножечко оппозиционирую себя с главной героиней, тоже одинокая. Вот. Ну, не знаю, конечно, я характером совершенно на нее не похожа, но что-то чувствую я вот общая с этой душой ее. И вот я начала список русских фильмов, топовых для меня, с мюзикла. И, собственно, хочу его и закончить мюзикла. Это летучая мышь. Играет мой любимый Соломин. Просто изумительный фильм, до такой степени потрясающий, что я даже сижу сейчас и не знаю, что именно о нем сказать, какие слова произнести, чтобы донести свое восхищение им. Я его могу смотреть просто каждый день и он мне никогда не надоест. Просто никогда. На этом все. Я желаю тебе хорошего кино. До скорых фильмов. Пока.